Средний уровень цен в еврозоне не изменился за год. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в пятницу. Эти статистические данные могут послужить аргументом для Европейского Центрального Банка еще более ослабить денежную политику. Главным фактором, сдерживающим рост цен, были цены на энергоносители, средний уровень которых сейчас почти на 9% ниже, чем год назад. Больше всего за тот же период выросли цены на животно-растительную продукцию. За исключением этих двух элементов, инфляция в еврозоне в октябре составила 0,9%. Европейский Центрбанк считает оптимальным для развития уровень инфляции в 2%. Уровень безработицы в еврозоне продолжает медленно снижаться. По данным Евростата, она снизилась в сентябре на 0,1%, до 10,8%. Это самый низкий уровень с января 2012 года. В масштабах всего ЕС этот показатель еще ниже, составляя 9,3%, что является лучшим показателем за 6 лет. Но это все равно почти вдвое превышает уровень безработицы в США. Хуже всего дела обстоят в Греции и Испании. Самая низкая безработица в Германии, а также в странах, не входящих в зону евро, таких как Чехия и Великобритания. Неделю назад глава ЕЦБ Марио Драги объявила о возможности новой программы количественного смягчения для стимулирования экономики еврозоны. Окончательное решение об этом будет принято в декабре.